Дорогие братья и сестры, сегодня Господь обращается к нам со строк Священного Писания апостола-евангелиста Лухи. Отрывок, который мы только что слышали, и Он говорит нам о нескольких состояниях человека. Господь говорит, что как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Вот так начинается сегодняшний отрывок. А далее Господь говорит о том состоянии, в котором чаще всего мы находимся. Господь говорит, что если вы даете взаймы, чая, получить обратное, вы ничего нового не делаете, ибо и грешники, и язычники так поступают. Если вы делаете добро, и взамен чаете, что и вам тоже будет добро, то какая вам за это благодарность, потому что вы получите обратно. И если вы любите любящих вас, Господь также говорит, за что вам благодарность, потому что вы ожидаете в ответ ту же самую любовь, которую вы сами оказываете. И далее Господь говорит, что давайте взаймы, не ждите, что вам вернут. Он говорит, любите врагов ваших, и говорит, делайте добро, не чая, что получите взамен обратно добро. И вот этот отрывок, он заканчивается такими словами, и говорит, что будьте милосердны, как Отец ваш небесный милосердный. Дорогие братья и сестры, конечно же, это Евангелие применимо каждому из нас. Применимо, потому что каждый из нас навряд ли готов чем-то жертвовать собой, потому что в каждом из нас есть частичка, хотя бы некоторая, эгоизма. И если мы и делаем что-либо ближнему, конечно, внутри сердца, внутри своей души мы ждем и в ответ добра, в ответ любви, в ответ также какой-то жертвы ближнего в отношении нас. Но Господь говорит нам, что имейте вот то мерило вашей жизни, к которому вы должны стремиться. Он говорит, будьте милосердны, как Отец ваш небесный милосердный. И вот это та планка, к которой должен стремиться православный христианин. Вспомним, братья и сестры, Адама и Еву, когда произошло грехопадение. Что сказал Адам? Он сказал, это Ева, которую ты мне дал. Она дала мне плод, и я его ел. То есть он не захотел взять вину на себя, а обвинил в этом Бога и обвинил в этом свою жену, Еву, которая была плоть от плоти его. И вот, братья и сестры, также и в нашей жизни мы можем поступать, стараясь как бы, чтобы наша вина, она не была, но вина ближнего, мы хотим, чтобы вполне воздали этому человеку. К нам имейте, пожалуйста, снисхождение, а вот ему, пожалуйста, по всем статьям закона. Вот так часто расположено сердце человека. Но Господь призывает нас к высшей жертве, и эту жертву Он сам нам показал, исполнив волю Отца, взойдя на крест. Недавно в нашем Святопокровском соборе находилась святыня, крест святой преподобной Екросиньи Полоцкой. И вот на кресте мы видим вот эту вот тайну любви, мы видим жертву, Господь восходит на крест, и мы видим, что, когда Его распинают, Его охулят, Он молится за своих распинателей и говорит, «Отче, прости им, не ведут, что творят». Господь имеет попечение у Пресвятой Богородицы, находясь на кресте. И Он говорит апостолу и евангелисту, Ивану Богослову, «Все мати твоя». И с того момента апостол и евангелист Иван Богослов берет ее и имеет попечение до конца жизни Его Пресвятой Богородицы. Вот, братья и сестры, вот это состояние трезвости, когда тебя ругают, когда тебя обвиняют, бывает порой незаслуженно, Господь призывает и нас молиться за своих обидчиков, призывает нас не воздавать злом за зло, Он призывает нас вот к этой высшей любви, которую Он показал нам, взойдя на крест. И вот сегодня Господь говорит нам, что хотя бы не оставайтесь на вот этой планке, на которой находятся язычники, которые, если кому-то что-то сделают доброе, всегда ожидают взамен. Он говорит, отдайте немножко себя, отдайте немножко своего сердца, отдайте немножко жертвы своей жизни ради ближнего. И Он говорит, что будьте милосердны, як отец ваш милосерд. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.